К другим темам. В Фокино 11 октября в спортивном комплексе 259 гимназии состоялось открытое первенство по самбо. В соревнованиях приняли участие юноши младшего возраста. На татаме вышло около 140 спортсменов из разных городов Приморского края. Наш городской округ представила команда из 14 человек. О том, как прошли соревнования, вы узнаете из следующего сюжета программы. В спорткомплексе 259 гимназии собрались юные самбисты из Артема, Уссурийска, Партизанска, Владивостока, Фокина, Большого Камня, Левадии и Находки. За дальностью расстояния не смогли приехать спортсмены из Паска Дальнего и Арсеньева. С самого утра в спортзале очень оживленно. То и дело по коридорам бегают мальчишки. Перед началом состязаний обязательно взвешивание и регистрация участников. Ребят 2002-2003 годов первая возрастная группа и вторая возрастная группа 2004-2005 год, 2006 допускаются по усмотрению их тренера и по разрешению медика. Позади лето закончилось. Мальчишки отдыхали, по месяцу занимались в спортивных лагерях. Сейчас соревнование идет как этап подготовки к большому процессу соревнований в течение года и как подведение итогов прошедшего лета среди ребят младшего возраста. По традиции открыл турнир по самбо общий парад участников. Капитанам сборных команд доверили поднять российский флаг. Прозвучал гимн. Таким образом был дан старт соревнованиям. Гостей и участников состязаний поприветствовал заместитель председателя Думы городского округа Александр Баранов. Очень отрадно, что столько команд сегодня приехало к нам в город показать свое мастерство. Я думаю, что здесь поигравших не будет. Даже тот, кто не взял призовое место, он приобретет еще часть опыта, мастерства, возмужая. После короткой торжественной части перед собравшимися выступили представители общественной организации Владивостокской Федерации русского боевого искусства. Ее президент Сергей Пестов рассказал об истории создания боевого самбо. Далее опытный боец вместе со своими коллегами продемонстрировал методы и приемы самообороны. И вот начались долгожданные соревнования. Состязания проходили на трех коврах. Мальчишки переживали. Хотя для многих это были уже не первые бои. Волновались и родители. Мама уссурийского борца Елена Филипповича сказала, что ее сын занимается самбо уже шесть лет. Как и любая мама, она переживает, опасается переломов. Но понимает, что этот вид спорта поможет сыну вырасти мужественным и сильным. Прежде всего это здоровье, здоровье спорта. Что ребенок занимается, достигает каких-то хороших результатов, не бегает по улицам. Для нас это прежде всего важно. И я думаю, что в жизни он добьется очень многого благодаря спорту. Сам 12-летний Денис считает, что занятия самбо необходимы мальчишкам для общей физической подготовки и для воспитания духа. Планы у мальчика грандиозные. Выиграть на дальневосточных соревнованиях и поехать на всероссийский турнир по самбо. Несколько раз выигрывал соревнования в Уссурийскую тайгу. Ездил на краевые соревнования, занял второе место. Много раз выигрывал в Владивосток. Ездил в Дальний Рейчинск первое занимал. Многие из ребят впервые приехали на соревнования такого уровня. Для них эти схватки будут повышением квалификации, помогут набраться опыта. Во время поединков невооруженным глазом видно, кто уже боролся, а кто вышел на ковер в первый раз. Дмитрий Артемов, юный самбист из Большого Камня, точно знает, для чего он сюда приехал. Успехи есть. Первые места здесь занимал. Ну, в своем городе, в чужих городах. Что самое главное вот здесь, в этом виде спорта? Уверенность на победу. Вот, уверенность на победу. Все хорвать. Подобные соревнования по самбо у нас в городе проводятся уже во второй раз. Организовать столь масштабные состязания удалось благодаря поддержке администрации, спонсоров, любителей этого по-настоящему мужского вида спорта. Соревнования проводились в разных весовых и возрастных категориях. За поединками наблюдали опытные судьи. Судьи здесь квалифицированные есть, которые проходили семинары всероссийские, в Хабаровске, в Володивостоке и в Москве. И это самое. Судьи оценивают так. Или бросок, когда дети бросают на бок, два балла дают. Или касается на таз, значит, один балл. Четыре балла даются, когда он на спину падает. И болевое на руку или на ногу. И чистый бросок, когда ребенок остается в стойке, он падает на спину. С самого раннего утра и до позднего вечера на борцовских коврах шла упорная борьба. По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место завоевали самбисты из «Артема». Второе досталось уссурийским спортсменам. И третье – у владивостокских юных борцов. Отличились и наши спортсмены. Первое место в весовой категории до 32 килограммов у Стаса Варфоломеева. Он же получил приз за лучшую технику. Третье место в этой же весовой категории досталось Владимиру Абалимову. Приза за волю к победе удостоился наш самбист Арам Абаян. Лучших спортсменов наградили дипломами, медалями, кубками и лентами победителей. Уже в это воскресенье наша сборная по самбо поедет в Владивосток. В краевой столице пройдет открытое первенство по самбо.